Птичий фестиваль проходит на Саянской земле уже в третий раз. Когда-то это была небольшая площадочка, а уже сегодня это настоящий большой фестиваль людей, влюбленных не только в птицу, но и в само село. Название фестиваля выбрано не случайно, ведь в районе выращивают более 140 пород домашней птицы. Она здесь всему голова и все с ней связано. Вот и участники фестиваля соревнуются между собой в умении разводить птицу, готовить из нее блюда и даже использовать в рукоделии. Все это нередко представляется в веселой, шутливой форме. Например, жители села Большой Арбай устроили белорусскую свадьбу. Давайте будем знакомиться. Здравствуйте! Как давно? Я понимаю, что сегодня фестиваль, праздник. Как давно уже находитесь в браке? Я не могу не спросить. Так и сегодня. Сегодня поженились. Прямо буквально молодожены. По соседству персонажи известного телешоу. Говорят, их деревня самая веселая, поэтому и образ соответствующий. На базе нашего Дома культуры каждый год уже пять лет проходит фестиваль «Маска». И мы занимаемся всегда призовые места на этом фестивале. И в этом году поэтому решили вот в деревне Дураков приехать сюда и со своим курятником. Неотъемлемая часть фестиваля – это кулинарный конкурс. Здесь участники готовят невероятные куриные блюда. И каждый год находятся все новые и новые рецепты. Это чисто сибирское блюдо. Называется оно сугробы. Ингредиенты просто простые до безобразия. Первый слой – курочка со специями обжаренная. Второй слой – зеленый лучок. Третий слой – лисички. И дальше фаршированные яички и сырок. Самое популярное у зрителей – это, конечно же, площадка народного творчества. Песни, танцы, стихи и музыка. Словом, все, чем славятся сельские ансамбли. Все это делается лишь с одной целью – привлечь молодежь в село. Это главная задача фестиваля. На специальных площадках молодым предпринимателям в деталях рассказывают обо всех плюсах жизни и работы на селе. Мы пытаемся им разъяснить, какую господдержку они могут получить от государства, чтобы приехать на село и работать. Саянский район – он как раз тот район, который готов экспериментировать, готов участвовать, готов помогать в реализации того, что мы предлагаем. В общей сложности участие в фестивале приняло более 20 территорий и сельсоветов. Организаторы говорят, пока это рекорд. И уверены, что фестиваль будет расти. Поэтому с радостью ждут участников и гостей в июле следующего года. Леонид Юрков, Сергей Молчанов, Енисей. Новости.